Всем привет, дорогие друзья! Короткий обзор перебора монет 10 гривен. Перебрал три ролла, то есть это получается 120 монет. Ну и конечно же покажу, что интересного нашел, а также высчитаем процентное соотношение и приблизительную ориентировочную стоимость на монеты, которые могут вам попасться в идеальном состоянии. Итак, значит вот у меня раз ролл вскрытый, вот два ролл вскрытый и вот три ролл вскрытый. Из этих роллов, значит первый ролл, который я вскрыл, здесь у меня, грубо говоря, более-менее неплохие монеты появились, это у нас пять монет. Значит, как выглядят эти пять монет, которые представляют более-менее интересное состояние. То есть вот есть на портретной стороне вот такой замечательный лучик штемпельного блеска, на стороне, где номинал, то есть 10 гривен, никакого лучика штемпельного блеска нет. Таких всего пять монет. Еще две монеты более-менее интересные, тут есть лучик штемпельного блеска, однако на этой стороне очень матовое поле. То есть, ну, как бы 50 на 50 представляющая монета коллекционный интерес. Второй ролл, который я вскрыл, здесь уже количество монет немножко больше, там их восемь штук. И что здесь интересного, здесь вот такой вот красивый есть, такой легкий, грубо говоря, лучик штемпельного блеска, однако он и присутствует на стороне, где есть номинал. То есть это уже интересно с точки зрения коллекционного сохрана данных монет. Дальше здесь весь ролл просто представляет из себя вот такое вот, значит, смотрите. Это типа я выбрал самое лучшее из ролла, то есть вот такие вот лучики штемпельного блеска, при том, что они частично встречаются с обеих сторон. Однако все абсолютно монеты в этом ролле, они все затерты, и коллекционный, грубо говоря, такой составляющий они не представляют из себя. Это все монеты 2020 года. Также я их проверял на вот этот момент, что, смотрите, здесь, допустим, цифра 1, которая находится между буквами К и Р. Видите, то есть верхний хвостик цифры 1, он упирается в букву К и Р. Но и бывает версия, допустим, как в 2021 году, цифра 1 смещенная под ножку буквы Р. Вот, я искал такое отличие, не нашел. То есть все они абсолютно рядовые, одинаковые, но нету того отличия. Хотя в годовом наборе за 2020 год там именно смещение присутствует. То есть, насколько я понял, это более-менее редкий вариант, но монета в годовом наборе. То есть в обиходе такой монеты я еще не встретил, и я продолжаю активно искать. Итак, давайте поразмышляем на стоимости. То есть по факту здесь 120 монет перебрано. Из них в Реале 8 очень хороших. Здесь состояние монет, то что я отложил, оно в принципе неплохое. То есть можно, грубо говоря, притянуть за уши. То есть в этом роли появились монеты, у которых есть штемпельный блеск, лучик с двух сторон. То есть в принципе их тоже можно, вот эту часть притянуть за уши. Итого где-то около, ну так округлить вообще по максимуму, где-то 15 монет хороших, которые хочется положить в коллекцию. Ну, как говорится, из того, что есть, да. Итак, из 120 монет, грубо говоря, 15 к 120. То есть вот 120 монет перебрал, из них выбрал 15 монет реально. Вот, и давайте прикинем, сколько же тогда может стоить такая монета. Если один, ну вернее 120 к 15, то это получается, грубо говоря... Так, надо посчитать на калькуляторе. Я просто взял на калькуляторе 120, разделил на 15. И у меня получилось, каждая восьмая монета теоретически может лечь в коллекцию. То есть вот такое вот процентное соотношение. Теперь, что касается стоимости. Стоимость получается 1 к 80. То есть в принципе ее цена, значит, может быть вот такой монете 18 гривен. Вот такая вот примерно история. Как вы считаете, может ли стоить такая монета 18 гривен? Ну, по факту даже может быть и два номинала, чтобы для простоты, грубо говоря, расчета. То есть красиво сфотографировать. И у кого нету в коллекции, он захочет себе монету в штемпельном блеске. С обеих сторон. Пожалуйста. Вот так вот. Это, грубо говоря, ну 18 гривен ее примерная цена. То есть вот такое вот процентное соотношение по встречаемости данных монет. Надеюсь, вам было это полезным и очень интересным видео. Если вы не согласны с этим, напишите свое мнение в комментариях. Или если вы находили монет гораздо больше, то тоже напишите об этом в комментариях. Однако я вам рассказал ситуацию по трем роллам. Вот в этом ролле только портретная сторона более не менее симпатичная. В этом ролле с двух сторон появились монетки со штемпельным блеском. В этом ролле они с обеих сторон с штемпельным блеском. Но они все убитые, просто угандошены в хлам монеты. То есть вот такие вот матовые, все в коцках, кривоватые. Вот смотрите на цифру 1, на цифру 10, на поле. Вот оно все такое раздолбанное. То есть это все монеты за 2020 год. И самое интересное, дорогие друзья, это все монеты из одного кирпича. Это не из разных источников, это не из разных партий. Это все, вот один большой кирпич. И вот из одного кирпича роллы прям подряд идут. Вот один ролл открыл, второй, третий. Все из одной партии. И вот такое вот разное качество. Соответственно, надеяться на то, что вы откроете один ролл, и он будет весь идеальный, с такой гарантии нет. Соответственно, если вы покупаете ролл монет 10 гривен, переплачивая целую кучу денег, то вы должны очень хорошо подумать, стоит ли покупать ролл монет за большие деньги. То есть, грубо говоря, вот ролл монет. Вот 2020 год. Вот можете посмотреть на партию. 22, 04, 20 число. Это запакован был вот этот ролл. То есть, вот они все, вот они все идут подряд, вот эти вот роллы. То есть, вот 22, 24, видите. И здесь, по идее, должно быть то же самое. Сейчас посмотрим. А, нет, здесь уже 13, 06, 20. То есть, какой-то из них еще и даже выделился. То есть, видимо, отдельно покупал. Ну, вот такая вот история. Короче, два в любом случае, типа более-не менее получилось. Один херовый. Наверное, раз этот херовый, вот это он, наверное. А может и нет, не знаю уже. Я не смотрел на даты, когда вскрывал. Я думал, они все из одной партии. Оказалось, видите, даже один не из одной партии. Вот такая вот необычная и очень интересная история. А я жду ваши комментарии на этот счет. Кстати, еще у меня к вам вопрос. Продавали ли вы хутрас данные монеты? И почем, если продавали? Потому что у меня была продажа зафиксирована. Я продавал в Москве. В холдерах. Вот таким образом. Вот в таком состоянии я продал монету за 30 гривен. Где-то так она вышла в продаже. Вот такое состояние. Здесь рука запотела чуть-чуть. То есть здесь, видите, зеркально. Это отборная монета. А с этой стороны вот такие красивые лучики штемпельного блеска. Вот такое у меня человек, когда увидел, он взял в руки. Я ему показал вот россыпь из ролла. При нем прямо ролл был. Ну, раскрытый был. Вот с этой бумажечкой я ему показал. Вот реально в зип-пакетике лежали монеты. Говорю, вот это из ролла, а это отборная. Вот и человек сразу увидел. Во-первых, ему понравилось, что уже подписано. Еще и в холдере. И он с радостью купил данную монету за стороны.